Библейский портал экзегет.ру представляет 19 глава книги «Деяния» перевод международного библейского общества для библейского портала «Экзегет». И смотрите, вот на что обращает внимание книга «Деяния»? Иногда кажется на такие мелочи, а крупные вещи пропускают, но это не случайно. В этой книге есть свой замысел, этот замысел рассказать о возникновении церкви и в особенности о том, как церковь составилась из разных людей, иудеев, греков, варваров, из тех, кто верил в единого Бога прежде, из тех, кто эту веру принял вместе с верой во Христа, из тех, кто был со Христом во время его земной жизни, из тех, кто услышал о нем, как Павел или Саввел тогда еще во время какого-то своего личного мистического опыта или от проповедников. И вот как они все находят свое место, и как они часто через споры, часто через какие-то поиски, непростые решения приходят к единству. И в прошлом, в 18-м, у нас был Павел в Коринфе, там он прожил пару лет, основал общину, еще появляется такой персонаж, как Аполлос, иудей из Александрии, который хорошо знал Писание и был научен пути, но при этом ничего не знал о крещении, которое, собственно говоря, христианское. Я знал только крещение Иоаннова. И мы об этом рассказали. Вот еще один вариант. Вот человек, который книжек начитался, что-то наслушался от христиан, но у него нету вот какого-то такого, может быть, личного опыта приобщения к Святому Духу, который есть у остальных апостолов. В то время, когда Аполлос был в Коринфе, Павел, пройдя через Горные области, пришел в Эфес. Там он встретил несколько учеников. «Эфес — это город в Малой Азии, собственно, другом берегу Егейского моря. Вы приняли Святого Духа, когда вы поверили?» — спросил он их. Мы даже не слышали о том, что существует Святой Дух, ответили те. Тогда Павел спросил, во что же вы были крещены? В крещении Иоанна ответили они. Павел сказал, крещение Иоанна было крещением покаяния. Он призвал народ верить в того, кто должен был прийти после него, то есть в Иисуса. Некрещенные христиане. Ничего так, да? Да, ученики, он явно называет здесь, Лука называет учениками христиан, а не учеников из школы или откуда-нибудь еще. Ну и что? Потому что в те времена нет еще какой-то вот такой общеобязательной системы верований, каких-то обрядов, которые всем известны. Кто же сегодня не знает, что христиане крещеные должны быть. А тогда кто-то не знал, кто-то прошел через крещение Иоанна, то есть исповедав свои грехи, посвятил себя Богу, окунувшись в воду. Собственно, и все. А имя Отца, Сына и Святого Духа при этом никто и не произносил, даже не знал, что так нужно. И ничего, Павел не возмущается и не говорит, смотрите, вы вообще не христиане или там, кто это вас так вот небрежно крестил, сейчас разберемся всех на каждом. Нет, он просто объясняет им, что им чего-то не хватает. Когда они услышали об этом, они приняли крещение во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, на них сошел Святой Дух. Они начали говорить другими языками и пророчествовать. Всего их было около 12 человек. Ну что такое 12 человек? Какая мелочь? Тут тысячи. Но это важный пример. То есть христиане, которые не получили еще крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа, которые не получили Святого Духа, и христианство, оно как бы неполное, оно незавершенное, несостоявшееся вполне, но оно христианство. Не Павел его восполняет, причем вновь и вновь вот в этой книге мы видим содействие Бога и человека. Человек совершает крещение, Святой Дух сходит на них, они обретают дар пророчества и говорения иными языками. Мы не знаем, кстати, что это такое. В послании к Оренфинам Павел об этом будет говорить подробно. Очевидно, это было такое дарование. Ну как во время Пятидесятницы в Иерусалиме апостолы стали говорить так, что все люди их понимали. Не очень понятно, как это могло быть физически. То есть каждый слышал свой язык или что-то еще, или понимание происходило как бы поверх языка. То есть в каких-то, может быть, мыслеформах сразу напрямую. Не знаю. Но в любом случае это явное действие Святого Духа. То есть что-то такое, что не объяснить простой логикой. И вот с этими людьми произошло что-то похожее. То же самое. Павел три месяца смело говорил в синагоге, беседая с людьми о Божьем Царстве и убеждая их. Некоторые из них, однако, ожесточались и отказывались верить пред всеми броня пути Иисуса. Вот слово «путь» здесь обозначает, соответственно, и христианскую веру. Тоже очень важная вещь. Это не система обрядов, не набор догматов, не книжки какие-то, не действия. А это путь. По пути человек идет. И тут, кстати, понятно, что некоторые прошли много, а некоторые мало. Некоторые в самом начале пути. Они еще даже до крещения не дошли. Но они по пути идут. Они христиане. Ну, соответственно, кто-то бронил пути Иисуса. Тогда Павел оставил их. Он отделил учеников и ежедневно беседовал с ними в зале для лекции, принадлежавшим тирану. Тиран в данном случае не его характеристика, а просто имя. Так продолжалось два года. И все иудеи и греки, жившие в провинции Азии, слышали слово Господа. Вот Павел проповедует теперь в центрах. Он походил по всем этим листриям, дервиям, крохотные городки. Каринф, Эфес. Это крупнейшие города. Как и Антиохия на Аронте, где у него, собственно, база. И понятно, что это более эффективно с точки зрения проповеди, потому что туда приходит много людей из окрестных городов. В свою очередь люди из Эфеса ездят по окрестным городам. То есть для миссионерской стратегии это гораздо более ценная тактика. Бог совершал через Павла необыкновенные чудеса. Больным давали прикоснуться к платкам и передникам, которым прежде прикасался Павел. У них проходили болезни, злые духи выходили из них. Тоже вот Бог подтверждает. То есть сами по себе мы можем говорить все, что угодно. Но Бог ли мы подтверждает справедливость наших слов, что мы говорим от Его имени, в Его славу или нет? Некоторые из бродячих иудейских заклинателей тоже пробовали призывать над держимыми имя Господа Иисуса. Они говорили, заклинаю вас Иисусом, которого возвещает Павел. Это делали семь сыновей Скева, главного священника иудеев. Ну, вообще-то первый священник в Иерусалиме, это, очевидно, местный какой-то руководитель эфесской общины. А дальше будет опять юмористическая сцена, у Луки их много. Но злой дух ответил, Иисуса я знаю, и Павел мне известен. А вы кто такие? Вот люди нередко вызывают к жизни духовные силы, с которыми не в состоянии совладать. Иисуса я знаю, и Павел мне известен. А вы кто такие? Отвечаю, там злой дух. Казалось бы, все правильно, заклинаю вас Иисусом, которого возвещает Павел. Вот правильная форма заклинания. Но они же это говорят не для того, чтобы к вере обратить человека, а для того, чтобы его исцелить, получить прибыль какую-то. И человек, которым был злой дух, набросился на них с такой силой, что одолел их всех, и они выбежали из дома голые и израненные. Тоже такая комедийная сцена, пришли сгонять злого духа, а злой дух их изгнал из дома, еще и сорвав с них одежду. Когда об этом узнали иудеи и греки, жившие в эфесе, их охватил страх. И они стали относиться к имени Господа Иисуса с большим почтением. Вот как часто бывает, пока не стукнет как следует, неважно, что там, со здоровьем проблемы, окружающие как-то дают понять, что ты себя ведешь неправильно, не знаю, вот бедствия какие-то в жизни начинаются, вот тогда человек задумывается. И так здесь пока не поколотил этот одержимый, этих самых горе-заклинателей, как-то всерьез не воспринимает. А вот поколотил, да, надо быть поосторожнее. Многие из поверивших приходили и открыто признавались в своих делах, то есть исповедовали грехи. А многие, занимавшиеся прежде волшебством, приносили свои колдовские свитки и перед теми сжигали их. А зачем колдовство, когда есть тот, кто сильнее? Колдовство — это попытка заставить духов работать на тебя. А есть тот, кто тебе все это даст и без этих жалких попыток. Почему тогда нужно колдовать? Зачем? Когда подсчитали общую стоимость всех сожженных свитков, люди всегда любят деньги, да? Она оказалась 50 тысяч драхм. Огромные деньги драхм — это дневной заработок, ну или динарий — дневной заработок рабочего, наемного. То есть, в общем, 50 тысяч — это за всю жизнь расплатиться простому человеку. И так слово Господне распространялось и набирало силу. Потому что такая немножко анекдотичная сцена, да, когда все эти колдуны приходят и сжигают свои колдовские пособия. После всего этого Павел решил отправиться в Иерусалим через Македонию и Ахайю. «После того, как я побываю в Иерусалиме, мне нужно посетить Рим», — говорил он. Рим — столица, Иерусалим — священный город. Это понятно, Павел там уже бывал, и там, собственно, корни христианства. А Рим — это вот тот самый центр, через который проповедь должна пойти уже по всей Римской империи. И там уже есть, видимо, христиане, потому что они же путешествуют. И Павлу важно с ними повидаться. Вот запомним это, что Павел собирается побывать в Риме. Он послал в Македонию двух помощников — Тимофея и Раста, а сам еще на некоторое время остался в провинции Азии. Ну, где Эфес? В это время произошел большой мятеж из-за пути Иисуса. Человек по имени Дмитрий — серебряных дел мастер. В чем причина мятежа? Ну, все то же самое. Деньги, влияние. Серебряных дел мастера изготовлял из серебра модель храма богини Артемида и тем самым давал местным ремесленникам возможность заработать. Артемида Эфесская — знаменитая богиня, извояние ее храм, то есть Эфес — это центр почитания богини Артемида, богини Львы. И понятно, что много паломников, где паломники, там всевозможные сувениры, вот все эти харчевни, там постоялые дворы. Ну, деньги, 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 деньги. Вот он изготовил сувениров. Он созвал их ремесленников и других мастеров и сказал, вы знаете, что эта работа дает нам хорошую прибыль. Но вы видите и слышите, что этот Павел убедил и вел в заблуждение многих людей не только здесь в Эфесе, но и по всей провинции Азии. Он говорит, что боги, сделанные руками, это вовсе не боги. Это грозит не только тем, что наше ремесло потеряет свое доброе имя, но и что храм великой богини Артемида уже ничего не будет значить. И сама богиня, которую почитает вся провинция Азии и весь мир, будет лишена божественного величия. Но деньги-то, конечно, важнее. Ну, заодно, кстати, за богиню вступиться. Тоже богиня все-таки, ну, да, как источник заработка. Услышав это, они в ярости стали кричать, велика Артемида Эфесская. Вот оно, богопочитание ради денег, да, когда это прибыльный доход, когда сама по себе Артемида их абсолютно не беспокоит. И их лишь волнует, что денег они лишатся. Вскоре весь город пришел в движение, ну, а все же зависят, да, крупный паломнический центр. Люди схватили спутников Павла, Македонин, Гайя и Рестарха, и все единодушно вернулись в амфитеатр. Амфитеатр, ну, это сегодня мы называем цирком иногда, потому что он круглый, это одно и то же. Там всякие народные собрания могли быть, в основном проходили гладиаторские игры. Ну, и, соответственно, преступников, христиан народ считает здесь преступниками, туда тащат, чтобы, может быть, их гладиатором кинуть. Ну, пока еще не разобрались. Павел хотел выйти к народу, но ученики ему не позволили. Ну, самого ценного проповедника они приберегают, чтобы толпа не растерзала. Даже некоторые из представителей провинциальной власти, друзья Павла, передали ему просьбу не появляться в амфитеатре. А уже у него есть друзья из городского начальства, да, те, кто прислушиваются к его проповеди. Собравшиеся были в замешательстве, потому что одни кричали одно, другие другое. Ну, как всегда, народные волнения, бунт. Из толпы выдвинули вперед Александра, это сделали иудеи, ну, какого-то своего представителя, который за всех должен сказать. Александр жестом призвал народ к тишине, чтобы сказать защитную речь. Но когда узнали, что он иудей, то стали в один голос кричать. Велика Артемида и Фесская кричали около двух часов. Ну, Спартак чемпион, да, судью намыло. Велика Артемида и Фесская люди очень легко объединяются вокруг простых лозунгов. Они ничего не хотят слушать, они ничего не хотят понимать. Велика Артемида и Фесская. Как с такими людьми работать? Очень тяжело. И проповедь здесь совершенно невозможна. Здесь, однако, очень хорошо выступает один из начальников городских. Тогда к народу вышел один из начальников города. Он успокоил их и сказал, «Ефетине, разве не известно всему миру, что город Ефес является хранителем храма Великой Артемиды, упавшего с неба ее изображения?» Там было некоторое вот такое изображение, вероятно, метеорит на самом деле, да, то есть что-то такое, что почиталось священным. Это неопровержимый факт, поэтому вы должны успокоиться и не поступать опрометчиво. «Вы привели сюда этих людей, хотя ни один из них не обокрал храм и не оскорбил вашей богине. Если у Дмитрия и его коллег на кого-либо жалоба, то у нас для этого есть суд и власти. Туда вы можете приносить обвинения друг на друга. Если у вас есть еще какие-нибудь вопросы, то предоставьте их на рассмотрение законного собрания. Есть процедуры. Идите в суд, идите в народное собрание. Какие у вас претензии к кому? Есть опасность, что после сегодняшних событий нас могут обвинить в мятеже. И в таком случае нам нечем будет оправдаться». А это самое страшное обвинение. Римляне давали провинциальным властям довольно много полномочий в том, что касается внутренней жизни города. Собирали налоги, конечно, но самое главное требовали полной лояльности. Любое подозрение в мятеже, приходит легион и все выравнивает под ноль. То есть быть обвинен в мятеже – это худшее, что может представить себе город в Римской империи. С этими словами он распустил собрание. Все. Смотрите, вот бывает так, что не до богословских споров. И с другой стороны, это тоже очень интересный пример, когда городские власти, провинциальные власти, не сказано, что этот начальник сочувствовал Павлу, был его другом. Может быть. Но дело даже не в этом. Выступают все равно на стороне. На стороне христиан. Почему? Из простого здравомысля. Христиане не устраивают беспорядков. А эти бузатеры – да. Поэтому городским властям свойственно, скажем так, поддерживают лояльно граждан. Вот еще один из принципов. Христиане остаются лояльными к существующим властям просто для того, чтобы иметь возможность сосредоточиться на проповеди своей, на своей внутренней жизни, а не заниматься всевозможными политическими пертурбациями. Ну, конечно, мало у них будет шансов спокойно вести разговоры, но об этом в 20-й и следующих главах. Субтитры создавал DimaTorzok